Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, «Говорит, показывает, воподом». И сегодня речь пойдет о прекрасной детской писательнице, псевдоним ее Луда. Но вы знаете, пожалуйста, что вот под этой вот замечательной фамилией или под этим замечательным именем скрывается вот эта вот прекрасная, совершенно красивая женщина. Как и во многих изданиях Арт-Волхонки, здесь у нас есть великолепные биографические справки, материалы, которые все это объясняют и рассказывают. Это важно знать. Так вот, Людмила Маковская родилась в 1913 году в Берлине, в семье русских эмигрантов. И хотя эти сказки написаны по-французски, и хотя это шедевр французской детской литературы, вы знаете, что-то такое родное русское в них есть. Это переиздание сборника, который завоевал, сказок, которые завоевали мировую популярность, с иллюстрациями Ники Гольц, знаменитой, великолепной Ники Гольц, о которой я обязательно еще сегодня скажу. И эти сказки отличаются тематическим единством. Самое главное ремесло – это истории о ремесленниках. Но не какие-нибудь там цеховые легенды или там, значит, из жизни подмастерьев, что-нибудь такое обязательно мистическое и завораживающее. У нас есть образчик, который я люблю, ну, просто невероятно. Это книга, которую советую всем прочитать абсолютно, юным читателям, да, которые, конечно, уже не боятся страшивых, да, рассказов про чертей и разных очень даже зловещих, да, эпизодов. Это «Карабат» от Фрида Пройслера. Вот, а там немножечко по-другому. Тоже происходившее, значит, в 19 веке, тоже и ранее. Потому что, ну, если вы помните «Чертову медницу», да, то вы догадываетесь о том, что она существовала очень-очень давно. Не сказано, как долго, да, но это из средневековья пришедшая, да, история к нам в Карабате. Вот здесь совершенно другое какое-то настроение, да, и другая очень реалистичная манера. Хотя герои этих сказок – это тот же самый храбрый партняшка, совершенно точно. Это младший сын из сказки «Прокота в сапогах». Ну, вот он действительно такой вот оставшийся там старшему, мельница доставший. Человек, который должен зарабатывать своими руками. Это тот человек, который, собственно говоря, все и сделал. Все, что мы видим, все, чем восхищаемся. Потому что дворцы, замки, фигурное литье, шитье, всякие, значит, всевозможные кубки драгоценные и так далее, они все рождались в руках мастеровых, в руках тех, кто умел и хотел этим заниматься. И, конечно, жизнь их не была легкая и сладкая. И, конечно, в этих сказках им только волшебные силы помогают зачастую одолеть жадных, скупых, значит, жестоких, да, и глупых правителей, заказчиков, кого угодно, да. Но самый главный их заказчик – это народ. Потому что только народ может создать такие вещи. Не будем забывать, что любой готический собор строился в столетия. То есть это реально вещь, которую делали несколько поколений людей. Это, конечно, уже не... Ну, там есть архитектор, там есть автор проекта, да, там есть авторы отдельных порталов, скульптур или, значит, оформления каких-то частей собора, да. Но в целом это все возводилось колоссальные совершенно сроки, вот, и огромным количеством мастеров. Вот об этих мастерах и сказке. Здесь важно понимать, что Уда рассказывает нам веселые какие-то истории, полненные такой жизнерадостной энергией, потому что не может работа настоящая, вот, которая трудум-трудум, трудум-трудумус-труд, вот, значит, по названию одной сказки, вот, не может труд настоящий быть скучным и тоскливым, да. Это всегда радостное, такое, такое витальное, такое, раблезианское даже нечто, ремесло. Недаром в веселом предисловии речь идет о празднике букета, когда строят какое-нибудь здание во Франции, как только возводят стропила и поднимают, вот, остров крыши, да, да, вот, как только, вот, первые еще не покрытые фахтверком, значит, это такие вот особые виды седневековых стен, погуглите, короче, значит, еще не сделаны башни, не возведены украшения, еще нет ни окон, ни дверей, да, но есть уже стропила, и можно наверх на самый воздвигнуть букет вознести, да, там его, значит, красиво укрепить. Вот это называется праздником букета. Накрываются столы, значит, садятся все, кто причастен, тут же рядом мастера и подмастерья, тут же рядом каменщики и хозяева будущего здания, возможно, да, это народный праздник, это такой вот объединяющий по вертикали все социальные свои действия, да, и вот они разговаривают, там автор разговариваясь с одним из строителей, а тот начал сыпать такими хитрыми словечками, да, это был вроде тайный язык строителей, да, вот, и на удивление очень удивился, откуда, значит, данную песню, например, знает автор, а она знала, откуда она знает эти словечки, вот, потому что на самом деле это особый мир, это особый такой свой реальности, который совершенно слабо отражен в литературе. Ну и вот, если вы почитаете сказки УД, я вам надеюсь, что они понравятся, надеюсь, вы запомните, конечно, навсегда Людмилу Маковскую, она, между прочим, великолепный киновед, она автор двух исследований о советском кино, значит, век советского кино, да, и история советского кино, она человек, известный им в других сферах, да, в мире культуры, но вот сказки ее, это, конечно, отдельная тема. Ну и здесь, как нельзя лучше, раскрылся талант Ники Гольц. Она потрясающе передает колорит происходящего, она потрясающе передает характеры и мимику буквально двумя-тремя линиями, это по силам, конечно, только величайшим художникам. Посмотрите, как полнокровные, как сочные, как красочные эти двуцветные иллюстрации. Вот книга, выполненная в двух цветах, содержит больше жизни и живописи, и витальности, да, чем, возможно, полноцветные фотографии, если бы они могли быть сделаны, да, вот. Потому что здесь так это ярко, так запоминается, что ты эти иллюстрации зрительно, вот, фотографически помнишь очень долго, когда уже и сами сказки-то выветрились, как это со мной произошло, за долгую-долгую жизнь человеческую, вот. А память об иллюстрациях осталась. Вот что-то они вспоминались, напоминали. Конечно, иллюстрации эти, эти истории приближают к сказке. Здесь волшебные совершенно короли-вельможи, мастеровые, шуты, замки, значит, крестьяне, значит, французские, да. Здесь прекрасные совершенно. Но это все настолько живо, это все настолько обаятельно, что эти персонажи, они как бы, вот, не воспринимаются как средневековые раритеты, а воспринимаются как сценки-зарисовки. В этом, конечно, необычайный, потрясающий реализм, который присутствует во всех, даже самых волшебных, самых сказочных, рассказочных иллюстрациях книги Гольц. В общем, я призываю вас эту книгу почитать. Это такой маленький шедевр, редчайший среди бесконечно разнообразной и прекрасной, конечно, россыпи золотой горы сказок, которая сейчас у нас есть, значит, доступности, переиздана и любовно переоформлена, или воспроизведены издания советской эпохи, да. Эта книжка все-таки стоит особняком. Это, возможно, одна из интереснейших работников Гольца. И, возможно, это одни из самых оригинальных сказок, которые вы читали во всем, среди всех перевожений французского фольклора по уже объясненным причинам, да, потому что я уже говорил. Это вот особая история о мастеровых, подмастерьях, рабочих, так далее, тех, кто создавал всю эту красоту. Читайте, наслаждайтесь издать Стратва Хунка. Спасибо за внимание.